газ по и и держитесь все и пока спорта же держится тоже одна из фишек которые я встречал разве что в тесле но здесь все по честному здесь настоящий двигатель можно звук мотора сделать стандартным низким либо усилен у нас полный привод двигатель 2 и 5 восьмиступенчатый автомат но даже в базовой версии даже с моноприводом задняя подвеска у нас будет многорычажный здравствуйте меня зовут павел кореневский вы смотрите автопанорама большой тест-драйв и прямо сейчас у нас новое пятое по счету поколение популярного и у нас и во всем мире кроссовера kia sportage поехали для начала технические характеристики kia sportage длина 4660 миллиметров ширина 1865 высота 1680 передний свес 905 задней 1000 колесная база 2755 миллиметров ну а дорожный просвет заявлен 181 миллиметр и так kia sportage пятого поколения у нас на тест-драйве максимальная комплектация сразу отмечу что это большая редкость и на сегодняшний день вот ее нет у официальных дилеров тем не менее на примере этого кроссовера и этого этой комплектации мы познакомимся с премьер потому что конечно все самые последние фишки именно здесь максималки у нас 2 и 5 восьмиступенчатый автомат у нас полный привод но и как говорится полный фу для начала давайте оценим дизайн но вообще sportage был одной из самых популярных моделей ки благодаря своему дизайн свое время питер шрайер главный дизайнер киас говорил что автомобиль нужно делать так и вот sportage был сделан так чтобы он сам себя продавал вот посмотрите на sportage 5 поколения ну согласитесь это просто какой-то ну футурный дизайн футурный автомобиль сразу же бросается в глаза вот эти огромные бумеранги с дневных ходовых огней вот это огромная объемная фальширадиаторная решетка вот это соотношение матового хрома черного лака у нас фальширадиаторная решетка вот эти линии боковые молдинги зеркала крыша все это рояльный черный лак машина смотрится шикарно и конечно вот эти уже фирменные и новые соренто кстати найдите тест-драйв автопанорамы нового киа соренто у нас есть и бензиновый вариант тест-драйва и тест-драйв дизеля я лично сам покатался пару лет назад на соренто и мне он очень понравился вот какие у меня будет впечатление от sportage об этом расскажу в конце тест-драйва но то что узнаваемый дизайн те же самые фары да вот это вертикальное решение где дневные ходовые огни где верхние нижние дальний ближний свет где все по-честному противотуманочки причем в нашей комплектации это лет в самой простой комплектации лет будет только вот это вот бумеранг дневных ходовых огней что очень важно для кроссовера это конечно же пластиковый обвес и здесь ну так скажем и дизайнером приходится интегрировать вот эти все элементы посмотрите время пластиковый обвес вокруг колесных арок причем он так вот внутри у нас нижняя губа бампера полностью пластиковая и здесь обратите внимание если вот здесь у нас вот такие дизайнерские элементы матового хрома то здесь тот самый износостойкой пластик вы можете его царапать можете его пескоструить с ним ничего страшного не произойдет сбоку машина смотрится вообще шикарно просто посмотрите вот этот вот изгиб вот эту линию кстати еще самое интересное вам расскажу что к нам в беларуси поставляются автомобили для кореи для североамериканского рынка они длиннее чем коротко базные короткие европейские длиннее на 85 миллиметров казалось бы ну что такое там почти 10 сантиметров но это ощутимо и узнать как раз вот эту длинную версию sportage нового вы можете по заднему окошку на заднем крыле вот как раз это окошко и выдает длинную версию шикарные диски литье двухцветное дизайну вот знаете когда бывает дизайна либо его нет либо его но много и он заметен и вот прямо sportage кричит этим дизайном и передней частью и литыми дисками и задней части обратите внимание на подоконную линию нет в нашей комплектации это не какой-то там вам вычурный chrome здесь черный лак и от этого машинка смотрится еще такой солидный плюс в нашей комплектации родная тонировка заднего второй двери и вот этого самого окошечка на заднем крыле опять-таки история с пластиковым обвесом продолжается и сбоку причем в этом поколении я вспоминаю тест-драйвы предыдущего четвертого поколения дизайнеры уже учли все проблемы все недостатки у нас дверца и молдинг пластиковый полностью закрывает смотрите насколько глубоко он заходит под порог да то есть вы можете быть спокойны что у вас ваши брюки ваши ёбки не будут в любую погоду и зимой и осенью они будут грязными посмотрим на машинку сзади вы знаете вот опять-таки дизайн дизайном погоняет вот этот элемент обратите внимание ну классно же смотрится посмотрите на задние фонари их на них надо смотреть сбоку вот здесь как будто такой изгиб полумесяц смотрится шикарно я не говорю про лет потому что в нашей комплектации и задние фонари действительно смотрится шикарно лет у нас стоп-сигнал у нас задние симметричные катафоты и кстати не только элемента чисто художественные чисто дизайнерский да смотрите на вот эти шашечки на заднем бампере но еще насколько продуманно вы знаете что практически у всех автомобили вот так задний бампер над багажником выступает и здесь мы собираем очень много грязи снега до зимой то есть ну приходится все время на мойки вычищать смотрите что сделали дизайнеры но это чисто такое практичное решение сейчас нет никаких выступов да вот специально подниму крышку багажника видите она она заподлицо здесь нету сбора грязи но это же не просто художественное решение это как раз такие вот тот самый умный практический дизайн который в угоду водителю в угоду покупать опять-таки материалы здесь у нас задний бампер износоустойчивого пластика ему не страшен ни песок не царапины здесь элементы из матового хрома ну и низ естественно тоже пластик класс место водителя давайте начнем с изучения дверной карты но для начала у нас естественно без ключевой доступ и причем вот эти прорезиненные кнопочки есть как со стороны водительской двери так и со стороны пассажирской хоп дверная карта ну посмотрите но опять-таки дизайн вот этот вот всплеск дизайна продолжается даже здесь смотрите какие изгибы посмотрите какие разные материалы у нас естественно управление здесь зеркалом управление стеклоподъемниками складывание зеркал у нас есть две памяти причем три варианта вы можете настроить на с экрана с мультимедиа гостевой и две так скажем два настра настроенных уже водительских и вот пожалуйста прямо здесь когда у нас сразу же настраивается под то удобно когда машина пользуется например супругами муж и жена сразу же не нужно вот это вот каждый раз и изменять настройки руля настройки сиденья просто заходишь нажимаешь вуаля смотрим дальше напомню у нас максимальная комплектация поэтому о многих вещах которых я буду говорить просто можно отказаться но с другой стороны ну как отказаться вот от этой огромной панорамной крыши да еще с люк хотите открыть хотите закрыть плюс что сразу же бросается в глаза это черный потолок ну некоторые говорят ой зачем это скрадывает пространство но все-таки черный потолок сейчас в трендах такой модный спортивный премиум насти рулевое колесо новое абсолютно да такое удобное с наростами огромное количество клавиш по 8 клавиш выше ниже делается по вылету и по высоте у нас три уровня знать 6 позициях настраивается сиденье водителя выше ниже и у нас есть есть наши комплектации есть поддержка спины обратите внимание на качество материала теперь сложно назвать что дизайнеры интерьера на чем-то сэкономили сверху нас и дверная карта и центральная панель они из мягкого пластика причем обратите внимание что пластик еще вот некоторых местах стилизован под простройку обратите внимание на вот этот дизайнерский опять-таки дизайнерские решения вертикальные воздуховоды и смена материалов вот у нас мягкий пластик вот у нас рояльный лак биля рояльного лака он и на центральной консоли на воздуховодах наши например комплектации полностью сенсорное управление как мультимедиа навигации здесь так и вентиляции причем но вот для меня это целых magic волшебство смотрите одним нажатием клавиши вы меняете весь функционал вот это вот консоль здесь у нас все что касается вентиляции и наши путелочки превращаются в настройки левого и правого климат-контроля здесь двухзон на климат-контроль одним движением руки вы превращаете в панель управления навигации здесь она под рукой вот она карта навигация вот поиск треков радио меди плюс подогрев ну шикарно что самое главное я всегда ищу первую кнопку и вы очень часто ею пользуетесь это аварийка здесь она на самом видном на нужном месте вне зависимости от комплектации у вас всегда будет цифровая панель прибора и это кстати тоже то о чем я говорил одна из фишек kia sportage в нашей максимальной комплектации у нас экраны объединены и огромная 12,3 дюймов мультимедиа и вот эта огромная цифровая консоль которая может меняться ну это отдельно стоит просто зависнуть благо здесь в мультимедиа есть подробное руководство ага под юар коду со смартфона ну хорошо пусть так у нас здесь можно настраивать климат у нас есть проекция телефона только телефон надо подключить через юсб кабель ну в общем очень много если изучать но самое главное что в настройках вот здесь настройках вы можете менять как цифровую панель приборов как различные настройки при уходе из машины выходе приветствия да вы можете даже посмотрите вот тоже одна из фишек который я встречал разве что в тесле но здесь все по честному здесь настоящий двигатель можно звук мотора сделать стандартным низким либо усиленный то есть я тут думал больше там как там по-другому ручить просил специалистов от чего почему откуда они говорят просто звук выхлопа звук движка передается через динамики я сразу же себе поставил на тест-драйв усиленный звук мотора чтобы я его чувствовал ну кайф давайте поставим стандартную панель приборов вот она панель приборов мы можем выбрать обратите внимание классическую да где у нас спидометр тахометр но также можно еще выбрать выбор темы в зависимости от привязка к режиме вождения вот вот это я люблю чтобы мы сразу же у нас здесь сколько получается smart sport normal и это четыре режима вождения и зависимости от выбора вот здесь на центральной консоли шайбочкой режима вождения вы выбираете и стиль приборки кстати у нас есть не только выбор режимов вождения но и обратите внимание и так скажем выбор режима работы полного привода вот у нас три варианта это снова это над грязь это сант песок кстати здесь есть система вот она система помощи при спуске с горки она кстати включается автоматически положим при настройке работы полного привода в песке давайте на подвижение на грунтовочку проверим в любом случае я вам скажу по материалам по качеству отделки по решениям по продуманности по дизайну спортаж стал абсолютно иным и этот автомобиль впечатляет но больше всего скажу по секрету от чего я зависаю могу это делать знаете как вот можно бесконечно долго смотреть как течет вода горит огонь и как тест-пилот автопанорамы включает и выключает сенсорную подсветку класс блин ты чего дошел прогресс до невиданных чудес перед началом движения давайте настроим место водителя действительно регулировок достаточно много и мы и руль можем от себя на себя и кресло опускаем максимально вниз и придвигаемся удобно сразу скажу что машина не поедет пока я не пристегнусь ну такое во всех современных автомобилях ты их не обманешь никакими заглушками в конце концов это безопасность еще что удобно я все свои телефоны расположил вот в подстакане и кстати подстаканники я в первый раз ты чай вот как раз еще раз о дизайне о потребительском дизайне посмотрите вот эти вот крутилочки пальцем ты закрываешь и они превращаются вот в такое достаточно большое место куда можно каких два хоть три хоть пять телефонов либо вот жмем на клавишу они превращаются посмотрите в какие удобные держатели ну я вот люблю когда я вижу кто там звонит понятно что здесь есть функция зеркального отображения телефона то есть ваша навигация и просто там android либо какие-то антисанкционные софты которые можно поставить в мультимедиа но вот так вот старомодно плюс есть посмотрите вот с такой шторкой специальное место для телефона которое можно подключить большой usb и usb си 12 вольтовая розетка то есть ну посмотрите сколько вариантов портов и самое главное четвертый вариант это индукционная зарядка положили и пусть он там лежит ну что поехали опять таки фишка но эта фишка нашей максимальной комплектации в стандартных простых комплектациях с двигателем 2.0 у нас вот такой большой рычаг кстати некоторые говорят о рычаг гораздо удобнее даже чем шайба но к шайбе тоже хорошему быстро привыкаешь напомню у нас двигатель 2 и 5 190 лошади обычный атмосферный бензиновый двигатель восьмиступенчатый автомат классический автомат и первое что хочется сделать вот даже здесь в городе это нажать на газ напомню я на тест-драйв поставил сразу же усиление мотора и вы знаете я вам скажу что во многом человек воспринимает мир благодаря своим чувствам своим эмоциям поэтому вот это вот звуковое ощущение как будто мой мотор ревет пока пока вот наши зрители ребята передадим им привет забудьте подписаться ребята вы пообещали они сказали первым делом мы подписываемся на автопанораму и ставим колокольчик вы же помните это kia sportage пятого поколения в городе давайте мы покрутим несколько кружков и еще заедем на площадочку с фишками кстати давайте-ка мы для начала проверим как у нас со спортивными настройками руля руль максимально направо и считаем обороты раз-два да даже не два с половиной то есть представляете какой такого кроссовера для такого среднеразмерного кроссовера какой получается острый руль поэтому вот эти наши фишечки первая проездочка что называется прогрев шин и я чувствую что ну вот 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 движка во первых сразу же хватает автомат вот первым делом я проверяю на кикдаун на вот это вот разгонную динамику и я часто не смотрю то я могу вам сказать сколько официально производитель дает на разгон с места я даже часто на тест драйвах специально там разгоняюсь от нуля до сотни просто чтобы показать вам зрителям что может автомобиль но опять-таки возвращаясь мы воспринимаем автомобиль и движение ушами глазами эмоциями и вот это как раз возможность даже вот здесь городе я сейчас тошнюсь там 40 что здесь можно что здесь с другой стороны вот давайте я проверю что у нас по обзорности очень необычные боковые зеркала сейчас тоже дизайнеры экспериментируют здесь он раз два три четыре пять пятигранная вот с таким непонятной вообще формулы но это зеркало позволяет достаточно большой угол обзора получать водителю и вот я сейчас вижу и вторую третью машину которая едет за мной то есть обзорность плюс то чем грешат многие кроссоверы за что ругали вот эти стойки большие и зеркало и вот между стойкой и зеркалом у нас обычно мертвая зона друзья мои здесь посмотрите опять-таки инженеры дизайнеры спасибо вам вот такое маленькое окошечко да которая абсолютно лишает вас слепых зон но это же супер ну да понятно что есть современная система их обязательно проверим и здесь есть индикаторы слепых зон но вот это вот решение вот посмотрите да но это же класс это как раз и дизайн и безопасность самое главное очень острая роль мне нравится руль сразу же даже в городе я чувствую как ну бывает такая необходимость сделать такой лосиный тест когда вы делаете резкий поворот немножко качает нашего молодого и зеленого оператора он же пристегнут правда ну и конечно тормоза спереди дисковая сзади дисковая спереди у нас вентилируем и поэтому я думаю что здесь ощущается а нехватки у нас машина наша тестовая машина проехала всего лишь три тысячи восемьсот семьдесят четыре километра ах ты ведь я сразу же включаю все умные системы и они мне даже здесь в городе помогают вести и быть безопасности сейчас мне подсказал что предыдущая машина отъезжает потому что у меня включен активный круиз-контроль против столкновений а здесь напомню друзьям и что этот автомобиль в нашей комплектации оснащен всеми возможными систем безопасности здесь адаптивный круиз-контроль с возможностью соблюдения полосы с возможностью соблюдения дистанции впереди идущего автомобиля здесь система предупреждения столкновений не только следующим впереди автомобиля но с пешеходом и с велосипедистом и вперед и назад ну класс вот они современные автомобили хочется немножко похасанить потому что двигатель а он позволяет это сделать и мы очень быстро 40 набираем возможны в городе 65 километров мы не нарушаем я вам скажу что и звук мотора и вот этот резкий подхват вот он первая часть название спорт эйдж то есть эпоха спорта так можно было бы я бы так назвал перевел бы название этого кроссовера я вам скажу что спорт особенно с этим движком с этой коробкой ощущается даже здесь в городе ну давайте уже поедем на трассу и дадим немножко скорости там а что у нас под капотом а под капотом у нас могут быть два варианта двигателя либо двухлитровый бензиновый атмосферник mpi 150 лошадей smart stream он интегрируется с шестиступенчатой классической гидромеханической автоматической коробкой передач может быть как моноприводной так и полноприводной в нашей версии у нас стоит два с половиной литра новый двигатель smart stream который совмещает принципы работы и mpi и gdi то есть в зависимости от режима вождения 190 лошадей восьмиступенчатый новый автомат классический гидромеханический ну и что радует что оба эти движка вполне нормальные предназначены для 92 бензина вовсе не обязательно ли 95 нашей версии автомобиль полноприводных и как раз по выборах вариантов работы полного привода мы поговорим на динамичным тест-драйвер что еще интересно вот изучая подкапотное пространство обратите внимание на воздушный фильтр который прям сверху это очень хорошо и при замене и просто для чистки очень хорошо что все комплектации для нашего рынка на все комплектации устанавливается батарея с повышенной емкостью 80 ампер в час поэтому зимой в любые лютые морозы вы можете спокойно быть по заводки отдельно по регламентам замены масла в коробке замены масла в двигателе и фильтров мы поговорим позже на нашем тех обзоре киа спортаешь на подъемнике и давайте посмотрим как подготовлены кроссовер к нашим условиям эксплуатации давайте начнем с передней части у нас кроссовер поэтому да вот то что мы видим нижняя губа бампера у нас пластиковая причем есть еще смотрите вот такой отбойник дополнительно честно говоря очень практичная штука потому что многие камешки та грязь которая летит но вот эта штука честно говоря не на многих автомобилях я такое встречаю здесь стоит стальная защита причем вот мы видим что она фирменная киа скорее всего сто процентов это доп опция передняя подвеска у нас классический macpherson здесь никаких изысков нет но с другой стороны это простая и надежная система передняя и задняя тормоза у нас дисковые спереди они вентилируемые идем дальше что сразу же бросается в глаза это ну такой перешедшие от премиумных кроссоверов от премиумных брендов это защита здесь она фетровая фетровая защита и справа и слева это полезная штука потому что вся грязь которую вы особенно зимой собирать по дороге она не лезет на кузов задняя подвеска у нас многорычажка вот у нас муфта полного привода и в данной истории у нас в максимальной комплектации у нас полный привод двигатель 2 и 5 восьмиступенчатый автомат но даже в базовой версии даже с моноприводом задняя подвеска у нас будет многорычажно многорычажка это все-таки комфорт это большая плавность хода чем тоже балка но за этим надо следить смотрите чашки пружин у нас закрыты пластиковые такой защиты это тоже очень хорошо обратите внимание на культуру вот технологии корейцы еще 20 лет назад многие критиковали по технике по технологиям но насколько решение даже днище насколько продумано обратите внимание у нас сегментированные вот можно часть берешь откручиваешь и не занимаешься дополнительной сваркой приваркой то же самое здесь видите то есть у нас от катализатор отдельно винты на катализатор 1 у нас отдельная часть на банке плюс банки видите закрыты дополнительно вот такими экранчиками это очень классно очень хорошо и выхлопную систему можно заменять частично это тоже очень очень хорошо еще хочу обратить ваше внимание на шумоизоляцию шумоизоляция даже в наши так скажем серьезные максимальной комплектации она средняя поэтому я бы рекомендовал поставить дополнительную шумку спереди у нас пластиковая сзади у нас обратите внимание фетров но слышите как она гудит дополнительная шумоизоляция на сегодняшний день я вам скажу стоит 1076 рублей это подкрылки с шумоизоляции я бы очень рекомендовал это сделать отдельно скажу про то самое дешевое то на сегодняшний день стоит 900 рублей это замена масла и фильтра полное то это 6 то которое делается на 90 тысячах а ну самое дорогое там необходимо поменять ремень грм там необходимо поменять масло в коробке автомат и конечно цена уже немножко больше опять таки все цены дам в описании этого видео но вы всегда можете написать вопрос комментариях и вы вместе со специалистами фирменного сервиса киа и атлант м дадим они все ответы друзья очередная часть нашего обзора обязательная часть для автопанорамы это замер лкп давайте все таки узнаем оцинкован или не оцинкован этот автомобиль и так мы замеряем в двух местах каждый элемент ну для надежности капот 54 микрометра спереди так 95 но цвет у нас шикарно брать внимание такой глубокий парламутр для капота 92 крыло 95 стоечку мере 110 вверх 93 72 снизу вы всегда просите замерить ниши потому что там нету дополнительного лака лакового покрытия 50 65 вполне неплохо то есть основной основной слой лкп где-то около 60 микрометров ну довольно типично для современного автомобиля который делается на высокоточном производстве где есть шикарный конвейер где роботы красят меньше 100 толщина лак красочного покрытия плюс обратите внимание разбежка по покраске минимальная 84 97 что касается оцинковки наш обычный прибор который здесь здешний фирменного сервиса показывает чистый фирмен железо уточняла специалистов они говорят что у корейцы сейчас делать ну такое что-то среднее между горячим и холодным цинкованием то есть добавляет цинк прямо в металл но не очень представляю себе так это делается но факт что в принципе вот даже недорогие модели там рио x line да там селтас да они тоже не оцинкован но за счет вот этого правильного покраски за счет вот этого возможно добавление цинка прямо в металл я пока не видел ржавых этих машин шасси и подвеска вы знаете я естественно пересматриваю много тестов перед тем как делать обзор той или иной новинки машинки и честно говоря многие говорили то жестко на жестко в новом поколении вот лежачий полицейский ну я все-таки проезжал на скорость сколько 50 не совру 50 многовато и жестковато мне показалось но вот на ровной дороге вот на ровном асфальте подвеска просто собранная она я не скажу что она жесткая как раз она вот вот такая настоящая спортивная когда говорят ой прям на ней слышен каждый стык ребят у нас 19 колесики у нас они достаточно низкие и конечно вы будете ощущать каждый стык с другой стороны вот это вот подвеска как раз позволяет ощутить и пятой точкой и всем телом возможности машины особенно на поворотах кстати я сразу включил слежение за полостностью вот посмотрите она включается при активации и вот я уже нажал во первых дистанцию до следующего автомобиля и вот смотрите что такое полостный смотрите 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 приходится все равно немножко не доверяйте вы всем системам да потому что разметки нет вот ну посмотрите но какая-то размет дорожники ой ой и не говорить то что если ну нормальная разметка вот но вот вот сейчас то вот сейчас ведь держит он посмотрите как прекрасно держит он полостность и обратите внимание я сейчас не давлю ни на газ не на тормоз под ноги танцует ну ка 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 да все равно порядок держу педаль ногу на педали потому что мало ли я отвечаю за эту машину но система работает и вот даже здесь в городе вот в этом плотном потоке у нас есть и слежение за полосой и у нас есть вот это экстренное торможение то есть машина заранее начинает притормаживать вы знаете это это опять-таки безопасность это ваши нервы это ваш кошелек потому что ну извините вот даже здесь перед светофором кто-то вас подрезал кто-то резко затормозил ну поверьте вот эти все системы они экономят ваши деньги они берегут ваши нервы и это конечно кайф что в новом sportage они есть и они прекрасно работают и это большой плюс kia sportage несколько слов о безопасности kia sportage нового поколения в нашей комплектации даже в базе уже шесть подушек безопасности фронтальные боковые и шторки у нас все возможны активная система безопасности ну и напомню вот этот адаптивный круиз-контроль уже с возможностью сохранения полосности с элементами экстренного торможения ну это все есть безопасность автомобиля и это очень большой плюс я не говорю про пять звезд пять звезд евро анкап kia sportage конечно же получил на этом корейские дизайнеры конструкторы ставят акценты когда-то их автомобили лет 10-15 назад не доходили до высших оценок на сегодняшний день и безопасность пассажиров водителя в автомобиле и безопасность пешеходов на максимальной оценке kia sportage на трассе вот мы вырвались немножко из города и можем вздохнуть всей грудью двух с половиной литров 190 лошадей 100 грудью 190 лошадей напомню что у нас новый восьмиступенчатый автомат новый движок 2 и 5 классический атмосферный который объединяет и технологии m5 с обычного атмосферного впрыска и джидия прямого впрыска в зависимости от режимов вождения а напомню у нас их четыре давайте мы их проверим и как работает этот движок здесь на трассе мы начнем со смарта режим движения смарт красота ну посмотрите руль сам подруливает сам проходит эти все повороты просто кайф вот современной технологии вот на цифровой приборке очень хорошо читается сегодня яркий солнечный день видны все все от элементы даже небольшие маленькие я не очень хорошо вижу в так вот вблизи но я вижу все иконки вот обратите внимание здесь камеры читают все знаки вот она ограничение скорости 90 вот он обгон запрещен но то есть все что нужно вам даже не нужно задумываться потому что всегда это у вас перед глазами некоторые наши зрители меня удивляют неумением пользоваться классическим автоматом да да гидромеханическим автоматом не приходится даже тем людям которым я рекомендовал это автомобили на автоматах не горит ком не едет я мои есть такое понятие кикдаун это двойное нажатии вы слышите как взрывается мотор вот в условиях как раз трассы когда вам необходимо ради вашей безопасности сделать очень быстрый обгон сделать маневр где-то резко обогнать кикдаун и конечно же возможности двигателя да действительно некоторым движкам не хватает просто мощности чтобы разогнать эту всю массу и совершить завершить маневр здесь 190 лошадей на трассе дышат отлично просто прекрасно несколько слов о расходе топлива с одной стороны всегда есть заявлен расход топлива можно посмотреть на двухлитровых движках например кстати я посмотрел внимательно и меня удивило что двухлитровые движки по экономичности отнюдь не более экономичны чем этот двигатель давай пять меня удивило что даже в городе заявлены средний расход топлива производителем меньше десяти на это же кайф давайте посмотрим что у нас получается но у нас как раз вот при том что у нас с утра до вечера сегодня жара 27 градусов и машина постоянно работала в режиме климат-контроля не останавливаясь я вам скажу что у нас но вот средний расход вот фактически городской цикл 12 пишите ваши комментарии вот владельцы вспомните вот тот двигатель который был когда-то на kia sportage 2 и 4 так вот 2 и 5 по уверению производителя гораздо экономичнее чем тот старый 2 и 4 и кстати мощнее но и все-таки где можно дать подышать этим лошадям конечно же на трассе есть места где можно разогнаться до разрешенных ста двадцати девяти километров в час ну мы едем на обычных пригородных трассах 90 и вы знаете не всегда они ровные и снова и снова я говорю что мне нравится подвеска как раз вот этой своей собранностью плотностью тем что ты ощущаешь дорогу на руле вот это обратная связь ну я не люблю все эти ватные рули вот эти вот американские настройки когда ты как бы должен одним пальцем управлять автомобилем нет вот здесь как раз спорт чувствуется и в настройках рулевого управления и в настройках как раз мы завершаем наш спорт нормам и эко все это алгоритмы работы коробки передач как быстро она вас разгоняет и как быстро реагирует на педаль газа конечно же спорт однозначно спорт если вы хотите максимально быстрая реакцию если вы хотите более экономное вождение ставьте эко либо смарт настраивайте как вам удобно так вот спорт по ощущениям опять-таки эмоции восприятие чувствуется и в руле и в подвеске и вот этом в работе с парке двигатель коробки передач давайте еще проверим как работает эта подвеска и кстати мы не забываем у нас есть полный привод давайте-ка отправимся нет не в карьер жалко вы красивый кроссовер отправлять в песок в грязь мы отправимся на зубодробительную грунтовку кстати очень классная штука при поворотах обратить внимание то есть уже у sorrento есть уже у некоторых конкурентов у вас загорается прямо на цифровой панели боковое окошко где вы видите как раз камеру боковую напомню что у нас камеры 360 градусов и вы можете здесь на центральной консоли на мультимедиа видеть собственно говоря камеры ты вот такая история покрутить ну не все дороги у нас ровненькие хорошие очень часто для этого и предназначен кроссовер универсальный автомобиль для того чтобы выехать в пампасы и есть у нас одна секретная очень красивая посмотрите речка поля кукуруза в рост человека и и невероятные ямы вот мы сейчас посмотрим а я вам скажу не все ох не все кроссоверы проходили это испытание вот этой вот стиральной доской просто пробивала подвеску на первых же ямах поэтому газ по и и и держитесь все и пока спорта же держится у нас такой раллийный доп у нас пошли много песка вы слышите что вот да 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 шумки не хватает вот здесь особенно потому что асфальте этого не было слышно но здесь у нас пошли камешки да да много ударов и как раз но подвеска держит и знаете держит руль и при повороте посмотрите я сейчас делаю такое классический раллийный поворот когда у нас немножко должно занести да еще с такими ямками и кучками занести заднюю ось и здесь как раз чувствуется как задняя ось включается и немножко поправляет да 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 она поправляет вот это вот не совсем прямолинейное движение а движение по дуге я думаю ну мы иногда просто над дорогой пролетаем колесиками но спортаешь хорош у меня прямо от эмоции и резкое торможение и хорошо и красота и мы в облаке пыли друзья мои я даже не ожидал особенно по откликам некоторых может быть все таки двухлитровый или какая там хотя нет ведь шасси и этот самая платформа n3 на которой построен наш спортаешь как раз он у всех всех комплектации со всеми движками и не надо пожалуйста зря хайтит автомобиль потому что смотрите и на асфальте и вот на такой грунтовочки он держится он хорош ну а если вам уж совсем мало спорта даже в таких условиях грунтовки за носами друзья мои у вас есть еще подрулевые лепесточки при включении лепестка автоматически ваш не надо ничего придумывать переходит в меню в ручное управление и вот здесь вы добавляете спорта как в настоящей формуле 1 когда вы управляете коробкой передач здесь 8 скоростей поэтому вы можете все время уменьшать все время и и вот сейчас держать под газком да мне приходится говорить громче да мне приходится даже орать но в этого весь кайф кайф настоящего нормального атмосферного движка и ручного управления коробкой передач какая оптимальная комплектация если спросите вы у меня я бы посоветовал комплектацию комфорт это не самая базовая комплектация классе и не надо вам какой-нибудь престиж вы уже получаете и цифровую панель приборов ей собственно говоря вот это вот новую внешность полностью новая упаковку и содержание на сегодняшний день кстати комплектация комфорт киа спортаешь есть салона дилера киа атлант актуальные цены и комплектации уточняйте на сайте атлант м2 итак первое то я еще рекомендую сделать нулевое то стоит 930 рублей это замена масла и масляного фильтра но проводится полная инспекция автомобиля кроме того вот мы уточнили самое дорогое на сегодняшний день 6 то на 90 тысяч километров там делается естественно замена масла всех фильтров там делается замена ремня грм и замена масла в коробку передач какого-то нас стоит 1790 рублей ну сами видите цены на 2023 год вполне доступная стоимость обслуживания на фирменном сервисе еще вы часто задаете вопрос что стоит дополнительно поставить некоторые дилеры особенно в россии и жалуйтесь в комментариях если вам порвают дополнительно это уже на готовый автомобиль и это стоит каких-то безумных денег ну чуть ли не там десятки тысяч рублей или даже долларов но чтобы я рекомендовал поставить шумоизоляция автомобиля ну вот те так скажем гурманы потому что шумоизоляция здесь но достаточно средне так вот полная шумоизоляция автомобиля с дверями с полом с багажником на сегодняшний день на фирменном сервисе стоит 2669 рублей что еще по допам давайте пройдемся ну во-первых сигнализация дополнительная она может быть там и крутая стайлайн 1689 рублей и по скромнее 1300 рублей у нас может быть вот защита картера то что я обязательно рекомендую так вот фирменная защита картера стальная с установкой стоит пятьсот восемьдесят пять белорусских рублей ну еще для понтов можно установить газовые упоры стоит 527 рублей ну а то о чем я говорил фирменная на фирменном сервисе антикоррозийная полная антикоррозийная обработка на сегодняшний день стоит девятьсот восемнадцать рублей но я бы очень рекомендовал это сделать потому что вы через три-пять лет увидите что с машиной все в порядке второй ряд киа спорта во первых в новом поколении честно говоря меня удивили дизайнеры интерьера потому что здесь на втором ряду настолько много фиш смотрите вот крючок на месте водителя на месте пассажира крючок здесь клавиша или от подсветки у нас кармашек как на пассажирском так и на водительском сиденье у нас пластиковая защита и родители маленьких детей это поймут когда на детском сиденье ребенок очень часто но вымазывая здесь пластик износостойчивые ничего ему не страшно здесь же два юсб причем не где-то там внизу в неудобном месте а 2 юсб чем это мини юсб зарядочки и вы спокойно кидаете на зарядку и посмотрите ниша для телефона здесь не только один два три четыре телефона может поместить плюс вы можете регулировать больше меньше и поток вентиляции на третьем ряду и конечно что меня удивило больше всего я это вижу впервые эта фишка ну во первых вот вот как это назвать это можно может быть вешалкой да для вашего пиджака понятно что здесь крючок вот здесь вы можете поместить предположим вашу курс самое интересное ведь ну вот эти странные приспособления кронштейны для планшетов для телефонов когда ребенок на втором ряду или пассажир но это решение просто гениально здесь вот такая вот прорезиненная фишечка закидываешь телефон и кайф и просто кайф перед тобой вот хочешь там навигация параллельно хочешь мультики смотри хочешь кино просто шикарно закидываем подлокотник широченный подлокотник со двумя подстаканниками еще у нас отдельно каждое сидение а сидение у нас одно плюс два то есть 30 на 70 регулируется они регулируются по углу наклона спин у нас несколько положений смотрите можно поближе да можно подальше ну и плюс конечно то что пространство на втором ряду вот именно здесь ощущаешь насколько вырос новый спортаж посмотрите при моем росте метр восемьдесят да сколько над головой место и сколько места для колени то есть по сути здесь можно ногу за ногу закинуть и сидеть вот так и и это в среднеразмерном красоте к багажник у нас в нашей длинной версии 586 литров просто огромный багаж смотрите вот у нас он сегодня весь забит съемочной аппаратуры специально не складывал вот наши все эти осветительные приборы фонари ну смотрите но это же огромный багажник и его еще можно одним движением руки чего кстати тоже не было в предыдущем поколении система быстрого складывания то есть прямо из багажника нажимаете на одну клавишу и складываете одним движением руки и практически ровный пол получается что у нас есть багажник у нас есть 12 вольтовая розетка у нас есть огромное количество и справа слева различных крючков также у нас посмотрите есть вот такие крепежные элементы четыре штуки то есть сеточка на багажнике вы будете точно знать что ничего у вас не будет болтаться и у нас в нашей комплектации лет подсветочка давайте посмотрим что у нас под полом ну во первых пол у нас может быть и ниже и выше да но вот видите можно его спрятать но в нашей комплектации что я считаю для наших широт всегда класс есть полноразмерно просто докатка а полноразмерно запасное колесо точно такого же размера как и основные колесики ну кроме того есть домкратик есть вот такие вот боковые ниши для контрабанды как я называю ну и голый металл металл без всякой шумоизоляции шумоизоляции я бы все-таки сделал замерим ширина проема 112 высота проема 92 в данном случае 77 в принципе все что нужно холодильник диван все можно закинуть по проем давайте посмотрим трансформацию салона легким движением руки снимаем шторку вот они фишки быстрый вход когда одним движением руки мы можем сложить видите вообще-то доля секунды заднее сиденье и у нас образовывается практически ровный пол длина до передних сидений вы давайте замерю я оставил сидение водителя именно так как я сидел до пластика 180 а с запасом где-то 187 то есть принципиально вот при моем росте метров восемьдесят я легко помещаюсь в этот автомобиль ровненько да ровнюхонько ну здесь человека ну три может ты но семья по месяце при необходимости но для двоих на охоте на рыбалке на природе то есть на самом деле спортер настоящий путешественник а ведь еще у нас посмотрите есть огромная панорамная крыша так что заехал на природу открыл панорамный свой люк и и кайфуешь класс класс кстати высота открытия крышки багажника также настраивается есть три уже готовых запрограммированных высоты которые можно настроить с мультимедиа и вы можете настроить также вот прямо клавиши потому что у нее есть память если у вас например низкий гараж то вполне вот при необходимости крышка багажника могут может открываться вот до такого уровня а еще одну фишку проверю насколько безопасная машина вы знаете удар чувствую но шею то хочется почти еще одна фишка кстати по поводу безопасности давайте-ка проверим зеркало вот это называется внимание к мелочам то есть если вдруг у вас попадает рука ну или ребенок давайте проверим это потому что заявлено авто да да здесь уже конечно зажимает поэтому эта функция авто только на дверце водителя поехали дальше друзья давайте подведем итоги но для начала несколько слов о ценах и комплектациях на сегодняшний день вторая половина 2023 года у нас белоруссии представлены двухлитровые двигатели как раз вот этого 2 и 5 бензин нету у нас комплектация classic стартует то 125 тысяч девятисот белорусских рублей далее комфорт 130 900 далее люкс 149 900 ну и немножко добавляете и получаете престиж стайл ну и это все уже на уровне больше 150 белорусских рублей конкуренты ну в первую очередь конкурент киа портыш его собрат по базе это хенде туса ноут колени кстати тест-драйв автопанорамы мой тест-драйв вы можете найти на нашем канале найти отзывы и машинка мне понравилась действительно своей технологичностью и здесь собрат спортаешь по сравнению с тусаном ну там был спорный дизайн здесь он еще ярче он еще вычурнен нормальном смысле этого слова конечно у нас конкуренты китайцы это и то самое джили новый джили манджаро и атлас про который еще выпускается у нас конкуренты их авэйл всем всем x которая также есть на рынке у нас черри у нас премиум и эксиды здесь прямой конкурент явно будет либо lx либо txl tlx exit ну я вам скажу что автомобильчик получился очень достойно вот что мне понравилось во первых да мне понравились эти настройки шасси такого спортивного духа вообще вот этот спорт проявляется и в рулежке и в движке которого хватает с избытком и в этой коробке передач которая позволяет немножко похасанить в городе разогнаться нормально за городом полный привод который чувствуется вот здесь в пампасах на грунтовке на бездорожье даже когда нету грязи когда нету песка вы ощущаете а вот ту самую работа умных систем полного привода ну да и про умные системы ведь не забывайте что вот эти все системы слежения за полосой системы а предотвращения столкновения там с машиной с пешеходом они не просто экономит ваши деньги берегут ваш кошелек они экономят ваши нервы но и в первую очередь они сохраняют ваша жизнь вас и ваших пассажиров поэтому друзьям и вот чтобы я порекомендовал автопанорама с одной стороны да можно сэкономить ну как сэкономить в условиях сегодняшнего рынка трудно сэкономить по деньгам но тем не менее взять предположим двигатель 20 и взять комплектацию например комфорт ну где есть уже цифровая панель приборов в действие внешность здесь ну много позиций но я всегда вот сторонник того уже если вы выбираете новую модель ну конечно хотелось бы взять максималку вот как у нас с панорамной крышей с люком со всеми умными системами вообще которые можно придумать именно в этом и есть кайф пишите ваши отзывы в комментариях под видео ну во первых что на чем ездите вы если сравнивать если тестировали новый спортыш как он вам по сравнению с предыдущими поколениями какие плюсы и минусы на ваш взгляд этого автомобиля этого кроссовера я обязательно обещаю отвечать на все ваши вопросы комментарии конечно же они помогут обязательно помогут будущем владельцы мне очень нравится когда пишут вот такие вот длиннющие комментарии со всеми деталями как в эксплуатации автомобиль ну поверьте ребят вы помогаете вот вашими этими отзывами будущем владельцем потому что они очень часто смотрим вот я посмотрела ваш буквально сегодня встретил девушку ваш тест-драйв и там в комментарии действительно люди этому верят поэтому спасибо вам ребят за эти комментарии друзья это был большой тест-драйв команда автопанорама меня зовут павел кореневский найдите нас во всех соцсетях обязательно подпишитесь на наш канал youtube поставьте колокольчик найдите нас в вайбере в телеграме есть как раз каналы где мы общаемся где мы закидываем кстати очень часто халявы бесплатный диагностика бесплатная антикоррозийная экспертиза так что найдите т.г. и подпишитесь и до встречи на тестах пока а